Под алтарем базилики святой Джустины находится захоронение мощей святой. Внутреннее убранство алтарья хоры расписал в XVI веке художник Паула Веронези. В базилике находится его картина мучения святой Юстины. Согласно легенде, она много перенесла во время гонений на христиан. Во время правления римского императора Максимилиана святая погибла. Ее зарубили мечом. Церковь неоднократно перестраивалась. И работы затянулись на много лет, почти на сто лет. Это не могло отразиться на внешнем облике базилики. Ее основной стиль – ренессанс. Но в архитектуре здания можно с легкостью отыскать детали и византийского влияния к культуре. Площадь Прата де Лавали в римскую эпоху служила партером для императорского театра. В средние века была местом городских собраний, ярмарков, церковных шествий. А в эпоху Ренессанса и позднее – конных скачек, фестивалей и выставок. Архитектурный ансамбль Прата де Лавали состоит из 78 памятников горожанам Падуи и Большого фонтана в центре. Среди статуи есть врачи, архитекторы, артисты, полководцы, епископы и другие, чьи заслуги жителей вековечили в камне. Первое извояние появилось в 1175 году, а последнее установили в 1833. Самая большая и значительная церковь Падуи – собор Святого Антония. Церковь находится в собственности юрисдикции Ватикана и считается одной из самых могущественных и влиятельных церквей в Италии. Побывав внутри храма, мы еще прошли по его внутреннему двору. Огромная многовековая магнолия занимает почти все пространство дворика. Базилика строилась в 1232 по 1301 год на месте бывшего монастыря, где жил и принимал паломников Святой Антонии. Сейчас мощи покровителя Падуи находятся в часовне при церкви. Алтарь базилики украшен статуями, которые сотворил скульптор Донателло. В церкви можно также увидеть работу Тициана. На площадь Дель Санта около базилики стоит памятник Гетемалии. В периметре университетского двора есть галереи, украшены мраморными медальонами с изображениями знаменитых на весь мир выпускников, ректоров и преподавателей вуза за всю его 800-летнюю историю. В Падуи есть как бы две центральные площади – площадь трав и площадь фруктов. Между двумя площадями возвышается Палаццо Роджиони, или Дворец правосудия. Ранее тут располагались суды и финансовые учреждения. На втором этаже дворца находится просторный огромный зал, первоначально служившим местом заседания городского суда. Зал построен без колонн, опор и перекрытий. Пройдем чуть дальше и окажемся на площади Синьории. На одной стороне площади возвышается часовая башня, по бокам от которой симметрично стоят Палаццо Капитанио и Палаццо Камерленги XVI и XVII веков. На башне есть уникальные астрономические часы XV века. Они уникальны тем, что кроме времени также показывают день недели, месяц, фазу Луны и знак Зодиака. Еще одной достопримечательностью площади является колонна середины XVIII века с каменным львом наверху. На противоположной стороне площади Пьяццо Капитанио и Капитанио и Капитанио и Капитанио.